В данной ситуации, если в них есть уголовное производство и есть необходимость проведения тех или иных следственных действий, есть следователь, который, в принципе, если интересуется вопросом, в установленном законном порядке, это Уголовный процессуальный кодекс на сегодняшний день, уже новый Уголовный процессуальный кодекс, они могут, либо путем проведения следственных действий, что мы наблюдали в виде обыска, где они вошли, им, в общем-то, никто не препятствовал, они делали, что хотели на протяжении нескольких часов и точно так же вышли. Либо это, извините, проверки, которые идут в тех или иных рамках, которые предусмотрены законами. При этом есть пункт 24 ст. 11 законной милиции, который предусматривает, что в случае, если они проводят проверку по тем вопросам, которые входят в их компетенции, они должны иметь направление на ее проведение за подписью начальника своего подразделения. Знаете, за весь этот период, вот насколько мне известно, здесь сотрудники, которые находятся на предприятии, постоянно могут либо подтвердить, либо опровергнуть, ни единого обращения, ни единой повестки не было просто. А что значит просто так, извините, войти на территорию предприятия? Следователь на сегодняшний день на территорию предприятия ни разу не подходил, не обращался. Первый раз, когда следователь пришел, он пришел с обыском. И это понятно. Есть определение суда, они входят, проводят обыск, бога ради, есть камеры, есть звукозаписывающие устройства, которые подтверждают, как они это делают и как мы на это реагировали. Мы имеем здесь, что они приезжают, крутятся вокруг завода какое-то время. Потом, опять-таки, никому ничего не вручая, ничего не оставляя на видном месте. Потом появляется бригада МЧС, которая спиливает это все. Никто им не препятствует, то есть нет ни физического противостояния, все это записывается на камеру. Они входят, они не входят, они открывают ворота, еще где-то полчаса никто не входит. То есть, казалось бы, последовательно. Если мы уже делаем правильно и по закону, мы выходим на следственное действие. Мы открыли ворота, на видном месте наклеили это определение суда, чтобы все и каждый на этой территории понимал, что здесь происходит. И далее идем, выполняем свою работу, проводим обыск. Этого не было. Те вещи и те документы, о которых идет речь в определении суда, здесь отсутствуют. Об этом им было сразу сказано. Но это не помешало изъять компьютеры. Когда я задаю вопрос. Простите. Это компьютер. Вам необходимы доказательства. Носитель информации это жесткий диск. Пожалуйста, снимите жесткие диски, опишите, перепишите серийные номера и взимайте. Оперативный сотрудник, даже не следователь. Такое ощущение, что при обыске правил не следователь, а шесть оперативных сотрудников, которые вот так ротировались и которые, в принципе, делали, что они хотели. Я задаю вопрос. Вот компьютеры стоят. Изымайте жесткие диски. Носитель информации. Вы хотите провести экспертизу. Вы хотите что-то установить. Бога ради. Изымайте. На что оперативный сотрудник отвечает. А я не эксперт. Я не знаю, как устроен компьютер. Вот это все эксперту передадим. А типа там потом разберемся. Когда я вошел, представился, показал доверенность и спросил. А что здесь происходит? Обыск. Говорю, так нет вопросов. Есть порядок 234-й, 235-й статьи Уголовного профессионального кодекса, в котором проводится обыск. Вы следователь. Да, я следователь. Кому вы вручили определение о назначении этого обыска? Либо где вы его оставили на видном месте? Нигде. Никто с ним до момента, когда я приехал, ознакомлен просто ним. Какую картину я наблюдаю? Офис. Сидит следователь, перебирает бумажечки. Непонятно, какие бумажечки. Что-то описывает. И 5 или 6 человек оперативных сотрудников, ровным счетом, ничего не делая, ходят по офису. Вот создавая просто поток. Я задаю вопрос, что это за оперативные сотрудники? Они действуют в порядке поручения. Дайте поручение, покажите. Если они выполняют какие-то следственные действия вместе с вами, то почему они не проводят обыск вместе с вами? Что они делают? Они просто болтаются. Извините, болтаются. Слабо сказано. Они хамят. Они обезьянничают. Они пытаются... Вот директор по производству. Они пытаются ему... Его заслонить. Каким-то образом физически воздействовать, чтобы он перестал записывать. Он стоит с камерой и говорит о том, что да, мы хотим зафиксировать, что здесь происходит. Я не видел лично момент, когда они приводили понятых. Там стояли две девочки, которых они представили как понятых. Я попытался им рассказать и обратить внимание, что, посмотрите, должна быть соблюдена процедура. И когда вы будете подписывать протокол, обращайте внимание на то, как она проводилась. И то ли изъят этот момент. Зашел начальник райотдела, зашел начальник следствия, которые, в принципе, в таких следственных действиях, если у них нету соответствующего распоряжения или поручения следователя, они участвовать не могут. И они начали отдавать команды и просто, извините, попросили меня на выход. Угрожая тем, что если я сейчас не выйду, меня вынесут силой, буквально вынесут. И составят протокол в отношении неповиновения законным требованиям работников милиции. Я обращаюсь к следователю, задаю вопрос. Алена Юрьевна, вы как следователь разрешаете мне остаться, либо мне выйти? Она говорит, я хочу, чтобы вы вышли. Я говорю, вы можете обосновать, почему? Потому что, в принципе, если я уже присутствую в председственном действии, я должен присутствовать, как любое лицо, даже случайно туда попавшее, до конца. Нет, вот выходите. И далее продолжается то, что продолжается, то есть то, чего мы уже не видим. Более того, я когда вошел, я увидел серверный шкаф, который, извините, был просто банально сломан. Там все висело, там был жесткий диск на видеорегистраторе, который собирает всю информацию. И уважаемые сотрудники милиции при входе, первое, что сделали, сломали серверный шкаф и сломали видеорегистратор. Для того, чтобы то, что они делают внутри, просто не стало достоянием. В этой ситуации они идут на обыск к кому-то. И должны установить полномоченных лиц, которые, понятное дело, что может директора не быть. Но в любом случае есть лицо, к которому они могут обратиться, тот же сторож, который передает, грубо говоря, директору, либо иному лицу, о том, что есть сотрудники милиции. Насколько мне известно, такого обращения не было. Если уже совсем никого нет, пустое помещение. Да, в это пустое помещение, если они не могут иначе войти, есть процедура, когда они ломают, собственно, опять-таки не ломают, просто так для того, чтобы все... А достаточно они должны осмотрительно действовать для того, чтобы не причинить вреда больше, чем необходимое именно для входа, и войти и осуществить те следственные действия, которые им предписаны. Для того, чтобы сказать, что все было так плохо, как они рассказывают, то как минимум им стоило бы, я не говорю следовало бы, а стоило бы показать нашим средствам массовой информации, как минимум несколько повесток, которые вручены надлежащим образом, в установленном законном порядке. Вы можете получить подтверждение своим словам в отношении того, что не препятствовали никто, несколько раз, когда они входили, они это делали, демонстрируя силу, они это делали цинично, они это делали очень лицемерно, каждый раз они беспрепятственно входили и заходили. И если они придут еще раз, и это официальная позиция, они войдут и выйдут. Другой вопрос, что, простите, а мы воспринимаем милицию в качестве правоохранительного органа, это есть личное восприятие каждого. Другой вопрос, что мы видим де-факто, что происходит. И каждый может судить о том, насколько это правильно, насколько это соответствует закону. В любом случае, просто так, без какой-либо мотивировки задержали трех сотрудников предприятия. Уже вечером. Уже вечером, да, то есть они стояли, находились у входа, их просто, извините, сгребли. А трем сотрудникам где-то в час ночи, да, или в 12, показательно снимая на камеру каждого, вот, Лена, Лена и Людмила, вручалась повестка, которую они не брали, и, в общем-то, ну, давление было в 12 часов ночи серьезное. Человеку нужно очень много чего хотеть делать на этом предприятии, чтобы это выносить.